Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше, и сегодня поговорим про софт-скиллы. Вообще тема важная, потому что движение по карьере зависит не только от ваших знаний программирования, хардскиллов, но и от того, какой вы человек, как вы себя ведете и как общаетесь с другими. И сегодня я расскажу о пяти софт-скиллах, которые важны с моей точки зрения. То, что лично мне, как кажется, поможет вам и помогало мне в движении по карьере. Поехали! И первое, с чего хочется начать, это с планированием. Вообще, на самом деле, планирование это основное, что помогало лично мне. Умение организовать свое время и делать правильные планы, это очень важно, это делает прогнозируемым вашу работу. И научиться планировать, это первое, что стоит сделать любому человеку. И да, планирование такой навык, которому нужно учиться. К сожалению, все люди с рождения не обладают достаточной компетенцией, чтобы вот так легко составлять точные планы. Не просто какие-то делать стратегические цели, к которым стремиться, а именно планы. Последовательный набор шагов к цели с конкретными сроками, потому что план без срока это не план. Здесь нужно первое, что научиться сделать, это разделять на шаги. Все, что вы делаете, нужно бить на шаги, декомпозировать и, соответственно, делать шаг соизмеримой задачей и свободному времени и ресурсам, которые вы можете на него потратить. И научиться вторым шагом, вторым действием делать адекватные оценки. Потому что очень сложно бывает оценить что-то по времени. Здесь хорошо работает разделение на реалистичные, пессимистичные, оптимистичные планы. Когда вы даете оценку одному и тому же моменту с трех этих позиций и потом берете, например, среднее время. И это дает гораздо лучшую оценку в конечном итоге, чем вы просто даете одну конкретную оценку по времени, например, и сразу ее придерживаетесь. Конечно, лучше всего работает, когда есть уже какой-то в опыте, в знаниях, в прошлом аналогичная работа, и вы берете оценку с нее. Но вот когда нет возможности оценить по опыту, вот всегда делайте вот такие три варианта оценки и берите среднее. Это будет намного точнее. И последнее, это научиться выдерживать сроки. Очень часто план есть, сроки есть, а вот что-то мешает. Не можем собраться, не можем двигаться вперед. И вот это вот умение собраться, сконцентрироваться и преодолеть те затыки, которые возникают при движении вперед, это тоже очень важно. И вот эти навыки, планирование, умение разделять на шаги, выдавать адекватные оценки и выдерживать сроки, это очень важно в карьере. Все руководители очень внимательно следя за тем, чтобы все было четко и по времени. Потому что все ресурсы компании, личные ресурсы, все вот к планам привязано. Когда есть большое количество людей, без планов очень сложно их скоординировать. И, соответственно, этот скилл, он очень-очень хорош. Конечно, в стартапах, например, это работает, может быть, не так хорошо, когда небольшая команда, все друг друга знают, и там нет таких прямо ярких, явных планов, которые вот видно. Хотя у руководителей, у директоров все равно есть и планы на кварталы, на год и так далее. Поэтому умение планировать, это разговаривать на языке управленцев. И это вот как раз тот скилл, который, на мой взгляд, очень даже помогает. Второй момент, это саморазвитие. То есть стремиться всегда развиваться. Самое первое в саморазвитии, это не тратить время коллег. То есть когда вы развиваетесь самостоятельно, не прибегая к помощи ребят, которые работают с вами, это очень ценно на рабочем месте. Потому что я знаю колоссальное количество примеров, когда человек тебя каждые пять минут дергает по каждому вопросу, ты ему объясняешь, объясняешь. И вот у меня был такой коллега, я один раз его спросил, ты не можешь сам залезть в интернет и посмотреть. Он сказал, зачем, если ты мне ответишь быстрее. И вот это очень сильно раздражает ваших коллег. И это формирует негативное отношение к вам. А при негативном отношении к вам двигаться вперед, двигаться по карьерной лестнице очень сложно. Поэтому не надо тратить время коллег, если вы можете чему-то научиться самостоятельно. И вот второй шаг, это еще раз подтверждает первый, самостоятельно решать проблемы. Да, не только не дергать коллег, но и учиться самому все делать. Искать варианты решения проблем. Даже если вам кажется, что у вас не хватает каких-то знаний, значит, учитесь их, эти знания, извлекать из интернета и двигаться вперед самостоятельно. Это очень-очень важный софт-скилл, уметь самостоятельно решать поставленные задачи. Потому что большинство новичков, они увлекаются слишком вот этим своим положением новичка и начинают просто задергивать коллег более опытных. Помоги, да помоги. И это очень-очень плохо. Если вы покажете себя как человека, умеющего решать самостоятельно проблемы, на самом старте это вам в любой карьере, не только войти, будет огромным плюсом. И обязательно, на мой взгляд, на пути саморазвития, вот развитие этого софт-скилла, это интересоваться многим. Чем уже ваши интересы, тем меньше интересных, креативных решений вы можете дать. Соответственно, вы начинаете за счет этого проигрывать ребятам, которые могут мыслить шире. Чтобы мыслить шире, всегда нужно охватывать несколько смежных тем и чем-то интересоваться, иметь какое-то хобби. Даже необязательно связанное сойти. Рыбалка, охота, это тоже хобби, и они тоже могут вам позволять переключать ваш мозг в разные режимы работы и давать возможность отдохнуть и найти новые решения. То есть вот интересоваться разными сферами и искать себя в разных сферах хобби, помимо работы, это тоже очень важный этап саморазвития, который вам и в работе поможет, потому что тогда вы будете просто креативнее, как минимум. Следующий шаг это командный подход, точнее soft skill, который я хочу отметить. Смотрите, очень часто люди, приходя на рабочее место и думая о своей карьере, считают, что они могут сделать это без помощи других, без людей вокруг них. И это очень-очень нехорошо, очень плохо влияет на них, потому что они могут замкнуться на себе. То есть это плохо. Поэтому командный подход и soft skill, который направлен на развитие командного подхода, подразумевает, что вы в первую очередь умеете просить о помощи. То есть это, кажется, исключает пункт про решать самостоятельно проблемы, но это не так. То есть когда вы попытались самостоятельно решить проблемы, сделали все, что могли, но по-прежнему не можете их решить, ну попалась вам проблема, которая выше ваших сил, такое нормальное. Нормально попросить о помощи. Вот в таких случаях вам помогут, когда люди будут видеть, что вы просите помощь в тех случаях, когда вы реально столкнулись с чем-то, с чем не справляетесь, это воспримется вполне естественно. Все мы попадаем в такие ситуации. И вот этот баланс между тем, чтобы упереться самому и пытаться все решить самому, и попросить о помощи, его тоже нужно уметь находить. И вот командный подход подразумевает то, что вы можете столкнуться с проблемой, которую лучше решить командой. И тогда вы можете на какой-то планерке, дейлике об этом поговорить. И при этом второй момент в командном подходе – это уметь самому помогать. Очень часто люди отмахиваются чужих проблем, если они не находятся в зоне их компетенции или не влияют никак на них самих. То есть это твоя проблема, иди ее решать. Это тоже плохо, потому что вот эта такая небольшая зацикленность только на себе, эгоцентризм, эгоизм, он плохо влияет на восприятие людей вокруг вас. То есть люди, которые внутри команды есть, они непосредственно влияют на вас и на вашу карьеру. Их мнение о вас имеет значение, потому что где-то они выскажутся вашему руководителю, другому коллеге, и это создаст неприятный негативный оттенок, и его потом очень сложно исправить. То есть вот эти проблемы, которые возникают в коллективе, в командном подходе, в нежелании работать в команде, быть самостоятельным, единственным, единоличным игроком и говорить, что я здесь лучше всех – это очень-очень-очень плохо. Это практически в ноль убивает все ваши шансы на хорошую карьеру внутри этой организации, где вы работаете, потому что никто не любит единоличников, да, скажем так. Все любят нормальных, адекватных ребят, которые идут к своей цели, помогают другим, и вот умение помогать и позитивно воспринимать просьбы о помощи – это тоже важно. И здесь опять же баланс. Не каждый человек, да, то есть один раз помог, два раза помог, три раза помог – это нормально. Но когда вас 20 раз просят о помощи, вполне нормально сказать «нет, у меня тоже есть своя работа, я двигаюсь вперед». Вот этот баланс, его нужно найти. У каждого он может быть свой, но тем не менее. То есть, с одной стороны, важно уметь помогать, с другой стороны, важно отказывать, когда человек начинает злоупотреблять вашей помощью. Тут тоже вот этот момент очень важен. Ну и последнее в командном подходе – это признать свою ошибку. Очень часто на какой-нибудь дейлике я встречаю ситуации, когда ты упираешься, вот человек не признает ошибку не потому, что он не понимает, что он неправ, или он уже понимает, что неправ, но не может себе позволить признать ошибку. И в командном подходе это недопустимо. Уметь признать свою ошибку – это офигенный софт-скилл, которому нужно учиться везде и всегда. Ошибка – это то, что продвинет вас вперед. Если вы найдете и устраните свою ошибку, это сделает вас лучше. Все. Это единственное, что нужно помнить про ошибки. Ничего плохого, никаких негативных коннотаций это не вызовет с вашей личностью, потому что человек, умеющий признавать свои ошибки, всегда воспринимается позитивно. Все люди ошибаются, все прекрасно понимают, что все вокруг не идеальны и могут ошибаться. Поэтому признавать ошибки в командном подходе – это очень важно. Окей, следующий софт-скилл. Коммуникативность. Офигенная вещь, которую говорят абсолютно везде и всегда. И самое важное в коммуникативности – это научиться принимать чужие ценности. Все люди разные. Вам может казаться, что все люди придерживаются каких-то единых систем ценностей, и в обществе это примерно так, когда речь идет о общественных ценностях. Но в индивидуальном плане все люди немножко по-разному относятся. Кто-то любит, например, какие-то технологии, идеи, практики больше, чем другие. У вас могут быть другие приоритеты. И вот в тот момент, когда вы входите в команду и начинаете общаться с членами команды, коммуникативность позволяет вам принять чужие ценности. Это, знаете, есть такая хорошая фраза – дайте чужим идеям шанс. То есть немножко с ними поживите и не реагируйте. Сразу вот первая ваша реакция, она может быть совершенно неверна на чужую идею и ценность этого человека. Также ценности заказчика тоже сюда входят. Это очень важно – уметь видеть, что хочет получить заказчик от продукта. Не в плане программирования, не нужно убеждать его, что нам нужны эти технологии, что нам нужен чистый код. Заказчику тоже что-то важно, и это увидеть очень-очень важно. Это навык коммуникативности, который позволяет вам переключаться между рабочими задачами и ценностью для конечного потребителя. Очень классный навык, и я его советую развивать. Опять же, в любой коммуникации всегда лучше, когда вы улыбаетесь. Вот как бы кто ни говорил, если человек улыбается, ему уже плюс один балл, даже если он абсолютно неправ и вызывает какие-то негативные изначально эмоции, человек улыбающийся всегда компенсирует негатив. Поэтому позитивный настрой, улыбка – это всегда лучше, чем наступленности, какая-то вот такая замкнутость в себе, какая-то вот скованность в себе и так далее. Расслабьтесь, позитивно настройтесь, никто вокруг вас, где бы вы ни находились, изначально не ставит цель на вас нападать. Все люди нормальные, как правило, и если вы сами позитивно настроены и умеете позитивно относиться к людям вокруг, это здорово. Даже когда вас постоянно пушат, такое, например, бывает на YouTube-канале регулярно, очень часто нам, ютуберам, приходится сложно, потому что нас постоянно-постоянно подкалывают, пытаются на чем-то поймать, что-то доказать, и это в какой-то момент вызывает агрессию. Даже в этой ситуации выйти в позитив гораздо лучше. Это здорово, когда даже если к тебе изначально негативно настроены, допустим, хейтеры, умеешь с ними позитивно поговорить. Поэтому позитивный настрой – это очень важно. Ну и, конечно, дружелюбность. Это очень тесно связано с тем, что я только что сказал. По сути, позитив и дружелюбность обезоруживает любого человека. Это, знаете, как работает? Если вы кому-то нравитесь, то он начинает нравиться вам. Если человек чувствует, что он вам нравится, ему уже как-то интереснее, с вами приятнее. То есть это просто вот такой обмен энергетикой, скажем так. Поэтому в коммуникативности настрой к вашему оппоненту, к вашему коллеге всегда очень важен. И, опять же, по карьере растут лучше улыбчивые ребята коммуникативные, которые умеют договариваться. Это очень важно, и я вам рекомендую обратить на это внимание. То есть вообще к этому моменту у нас формируется образ такого нетоксичного человека, коммуникативного, улыбчивого и открытого. Это, в принципе, так и есть. Вот эти софт-скиллы, о которых я говорю, именно на это направлены. Именно такие люди являются душой компании, соответственно, для них и все дороги открыты. Имейте это в виду. Ну и последнее, это открытость к новому. Связано, опять же, с пунктом принимания чужих ценностей и саморазвития. То есть все, что новое, не обязательно плохо. Людям очень сложно бывает, и мне бывает очень сложно отказаться от того, к чему ты привык. И попробовать что-то новое, и быть к этому открытым, это важно, потому что новое вас будет преследовать на работе этишником постоянно. И пытаться всегда дискредитировать новые идеи, это, опять же, токсичность, это плохо, и это очень неудачно будет работать в плане восприятия вас окружающими. Поэтому открытость к новому, это то, что стоит в себе воспитывать. Ну и последний пункт, последний софт-скилл, это эмпатия. С эмпатия сейчас очень много всех этих разговоров связано, и действительно сообщество этишников становится, уникальный у него вайп такой появляется. Это люди, которые очень-очень хотят быть открытыми, позитивными, и вот в IT это возможно, потому что здесь надо быть открытым, нужно постоянно взаимодействовать, коммуницировать, быть готовым к изменениям и чувствовать других людей. Вот эмпатия, она не зря так среди айтишников становится востребованной, потому что это очень классный софт-скилл внутри команды. Что имею я в виду под эмпатией? Это умение встать на место другого в первую очередь, то есть почувствовать его внутренний мир, его ценности. Это ни в коем случае не какая-то попытка зажать свои интересы, свои чувства. Нет, это просто умение встать на место другого человека и посмотреть на себя в первую очередь с позиции этого человека, посмотреть на ситуацию с позиции этого человека. Это очень помогает как раз и в признании ошибок, и в выработке вот этого командного духа и так далее. А сегодня вот так войти сложно, что нужно уметь в первую очередь коммуницировать. Ну, очень такая динамичная среда и очень здесь много всего происходит, и здесь надо как-то вот уметь меняться с людьми местами, вставать на их точку зрения и принимать ее. Еще одна фишка – это избегать деструктивных слов. Это вот вроде простой совет, да, но когда в небольшой команде или в большой команде, в большой компании есть люди, которые постоянно деструктивно настроены, это не заработает, это не взлетит, это не будет востребовано и так далее, так как эмпатов среди айтишников все больше и больше, да, ну, реально это такой часто встречающийся кейс, то эти слова, они воспринимаются гораздо сильнее, чем обычно, вот в какой-то такой другой ситуации они могли бы повлиять. И чем больше вы используете этих слов, тем негативнее, опять же, к вам отношение, и сама ситуация становится более такой накаленной. Поэтому вот если вы хотите развивать в себе эмпатию, не надо ее блокировать плохими деструктивными словами, направленными на то, что у нас ничего не получится, что это все плохо и неудачно. И да, сейчас многие могут возразить, что я и сам на канале люблю рассказывать, как все вокруг плохо, особенно когда речь проходит про JS. И да, я несовершенен, я буду над этим работать, признаю. И последнее, не осуждать. Это, опять же, к принятию чужих ценностей, это, опять же, к умению вставать на место другого человека, это к умению быть позитивным. Мне кажется, что это важно. И вот все софт-скиллы, которые я сейчас собрал, и которые, как мне кажется, влияют на карьеру каждого человека, и на мою в том числе, это вещи, связанные с тем, чтобы быть открытым, жизнерадостным и хорошо коммуницировать с людьми. Все, кто знает меня лично и все, кто знает меня на канале, это по-разному видят. То есть на рабочем месте я стараюсь быть максимально позитивным. У меня нет вот этого желания, стремления как-то неэффективно, скажем так, взаимодействовать с коллегами. На канале я позволяю себе быть слегка токсичным, потому что все-таки это та сфера, в которой я хочу, чтобы были какие-то результаты. Я хочу все-таки повлиять на айтишников, на их мировоззрение, чтобы у них появилось больше желания учиться, и мне приходится в некотором смысле их пушить. В каком-то смысле это так. Но, еще раз говорю, на работе это недопустимо. На работе вы должны максимально раскрываться и быть дружелюбным. На каких-то других, может быть, там, не знаю, каких-то группах в общении, где у вас есть своя точка зрения, ее тоже нужно уметь отстаивать. Это все-таки, опять же, вопрос баланса. Но, тем не менее, вот эти вещи, которые, на мой взгляд, влияют на карьеру, на позитивный климат в коллективе, я перечислил. И эти софт-скиллы, я думаю, вам пригодятся, если вы их будете прокачивать. Ну, а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.